Продолжение следует... Мы должны по возможности, мы должны как-то приходить к вам, узнавать. Вы знаете, вот есть нарекания некоторых людей по воскресной школе, хотя у нас очень, я не знаю, скорее всего это более частные высказывания, потому что у нас очень хорошие учителя ведут воскресную школу. И я бы хотел, чтобы, опять-таки, чтобы мы приходили в церковь не как сторонние наблюдатели, а как участники этой общины. Каждый должен внести свою лепту, лепту своего сердца в это. Потому что и священники, которые у нас служили, многие преподавали воскресную школу, и так не ходит же никто. Кто? Кто же виноват, что вы после смерти отца Никона забрали, убрали, увелили своих детей? Так потрудитесь, чтобы их вернуть. А что это возмущаетесь? Возьмите и верните, а не возмущаются. Верните детей в воскресную школу. У нас очень хорошая воскресная школа. И с удовольствием мы их будем воспитывать и учить. С удовольствием, а не просто чесать языками, всем недовольны, вечно недовольны. Вы должны прийти в храм и вложить часть себя в храм, в эту общину христианскую, а не роптать бесконечно. То вам не так, это не так. Вы и так ищите, делу лучше. Если вы не хотите сами вложить свою лепту в нашу общину и нашу общину. И сами разрушаете эту общину со всех сторон, вместо того, чтобы как-то объединяться да поддерживать. Так вот, прошу вас, кто желает, пожалуйста, вот у нас и Отец Павел, очень грамотный, умный священник, и добрый очень. И очень многие подходите со своими вопросами, не по углам чешите языками, а подходите и задавайте эти вопросы, которые вас интересуют. Мы готовы ответить на все ваши вопросы, все знания, которые мы можем вам дать, мы с удовольствием дадим. Смотрите, какие у нас люди есть. И батюшки, и матушки, и сестры, и матушка Людмила. Сколько у нас есть? И мой матушка, и отца Павла, и монахи, да пожалуйста, и ко мне подходите, спрашивайте, задавайте вопросы. А не ходите обиженные, непонятно на что. Мы-то не будем бегать, спрашивайте, а что вы у нас хотите спросить? Это нормально вообще? Сами подходите, спросите, все, что вам нужно. Получите все, что вам нужно. А не только ходите, да, недовольные, вечно недовольные. Как мне неприятно было читать статью в газете. К чему же вы научились у отца Никона? Разве он не любовь в вас вкладывал, столько души в вас вкладывал? Одни вечно недовольны. А это те, которые не знают Христа, и не хотят его знать. И вот они пишут, и пишут, и недовольны. Даже у них и священники, и дети, а все равно они не стали христианами. И их не научили. Очень плохо это, очень плохо. Так вот, я вас призываю, братья и сестры, к общинности. Храм это не здание. Храм это община христианская, которая должна быть живой, а не полу-мертой. Я помню, как только пришел сюда, убираешь, что ли, в снег, в скребу, в снег, в опаты. Проходят прихожане, в лучшем случае поздороваются. Вы убираете? Ну, убираете, хорошо. Ну, дорогие мои, неужели же я учился, ну, мне-то не страшно, не больно мне снег убирать. А вы? Разве мы не единая община? Разве вы не должны показать, что мы единое тело Христова, а не пройти мимо, сказать, в лучшем случае, помоги вам, Господи, бабюшка двойник. Да я не сижусь, пожалуйста, и двор убирать буду. С удовольствием. Было бы у меня побольше времени, я всегда и на прежних приходах, сколько мы с Ифом Тарасем, три часа вставали, поливали деревья, чтобы они выросли. Но хотелось бы, чтобы все в этом участвовали. И вот я сейчас что вам хочу сказать? У нас, вы видите, что я переживаю очень, у нас маленький очень двор, а детишек у нас много. И детишки бегают, и у меня прямо сердце обрывается, вы знаете, как у нас машины летают. Не дай Бог, дети выскочат. Давайте с вами подумаем все вместе, как нам сделать какой-то уголочек для детей, как нам детей наших обезопасить. Они вот на этом асфальте падают и кричат, потом плачут. Кто же это не делал? Да, мало у нас места при храме, к сожалению, подхватывали дельцы. Участки. И нам даже негде сделать такой какой-то уголочек для детей. Но давайте подумаем, как здесь его сделать. Чтобы дети наши, не дай Бог, не попали под машину. Чтобы не падали, не билиться в этот асфальт. Давайте вместе что-то придумаем. Может, какую-то площадочку, какой-то вот этот пластиковый боврик положить, чтобы дети, если и упадут, не так больно было. Давайте подумаем об этом. Я хочу услышать от вас какие-то предложения. Но не все же я должен сам продумать. Я же не дом советовый. Я далеко не умнее вас. А когда общим разумом, разумением мы будем об этом думать, может, мы и детишкам нашим чем-то поможем. И должны помочь. Потому что больно смотреть, как каждый раз они падают в этот асфальт твердый. И не дай Бог, вылетают туда, проезжая часть рядом, в двух шагах. Не дай Бог, какая-то трагедия. Не дай Бог. Поэтому всех вас призываю. Давайте все вместе думать. Все вместе заботятся о храме. Каждый же может свои мысли подсказать. Что лучше для храма? Что нам лучше? Как нам лучше сделать так, чтобы и храм наш благолетный был? И людям здесь было удобно. Особенно детишкам. Это же наше поколение. Мы должны их воспитать, и не тюкать, и тюкать. Вот ты плохо себя ведешь, ты плохо. Да мало ли, что он плохо себя ведет. Характер у него такой гиперактивный. Лучше внимание ему окажите. Как тебя зовут спросить? А что тебе нравится? Что ты любишь? Может, знаете, и спортом хорошо бы привлечь детей к спорту. Как бы хорошо молодежи сейчас привлечь? В мое время-то, в наше с вами время, пожалуйста, иди в любую секцию. Только ждут тебя. А сейчас никуда не проткнешься. Не протолкнешься, и бегают наши дети, как беспризорники. Вот поэтому и нужно. А сколько детей сиро. А сколько они нуждаются в нашем внимании. Давайте окажем. Давайте не черстветь. Дети нуждаются во внимании. Даже дети семейные. И то нуждаются, потому что родители с утра до вечера на работе, в школе их загружают такими жуткими и ненужными знаниями, такими нагрузками, что эти бедные дети, как они только выдерживают. Я бы сам не захотел оказаться на школьной скольной скольке сейчас. Не захотел бы. Потому что в мое время так не издевались над детьми. Но я имею ввиду, что такую программу тяжелую не давали. Дети не все справляются. И запомните одно. Что нету одинаковых детей. Не пытайтесь сделать их идеалами. Не пытайтесь. Каждому человеку Бог дал свой талант. Одному один талант, другому три, третьему десять. У каждого разные таланты. Не надо их тянуть и зайти ругать оценки. Воспитайте в них людей. Вложите в них свою любовь и внимание. Дети нуждаются во внимании. Запомните. И ваше, и не ваше. Нет у нас не наших детей. У нас все дети свои. Аминь. Праздник Бога. Причастность Бога. Выслушайте благодарственные молитвы. Слава тебе Богу. Слава тебе Богу. Слава тебе Богу. И дам Твоего поздравляем с днем рождения. И благодетственное, мирное житие. Слава тебе Богу. И спасение во всем благословения. Слава тебе Богу. Слава тебе Богу. Сохраним нам многое вето. Многое вето. Многое вето. Многое вето. Иди сюда. Многое вето. 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 Субтитры создавал DimaTorzok